Денис Базанков 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 Как перед законом, так и перед своими партнерами. Теми, кто купил земельные участки в Шуйской Слободе. На сегодняшний день приобретено уже порядка 70% участков из 80 штук. Людям нравится, естественно, конечно, они благодарны такому развитию быстрому и самой инфраструктуры, и благоустройству территории. Слышно только положительные отзывы. То, что мы обещаем, мы все это делаем. То есть это не пустые слова. Соответственно, то, что у нас в планах, это будет обязательно исполнено. Казалось бы, такой амбициозный проект должен вызывать только уважение. Но чужой успех привлекает злопыхателей. За примерами далеко ходить не надо. Один из завистников – бизнесмен Василий Попов. Руководимая им команда – все сплошь осужденные или под следствием. Уже вынесен приговор по делу Сухоруковой. Три года за то, что земли сельхозназначения в Прионежье были пущены с молотка с большим ущербом для государства. Итак, проект «Шуйская свобода». Проект довольно-таки раскрученный. Но многие его знают по юридическому названию еще. ООО «Новые виданы». Максим, в последнее время уж слишком приковано внимание к вашему детищу. Ну, я бы сказал, с разных сторон на это можно посмотреть. «Желтая пресса» в последнее время увлеклась этой темой, где, собственно, появляются периодические информации о том, что все там как-то непонятно было, когда начиналось это загородное строительство. И сейчас одни вопросы. И в итоге из этих же статей выходит мысль, что все там хорошо. В общем, неразбериха полная. Итак, начнем с того, что у нас некоторые яблочники подконтрольные Василию Анатольевичу Попову на сайте «Губерния», он так называется, одноименно с газетой, выпускают информацию периодически о том, что ООО «Нижние виданы» незаконно получили земли, о которых речь идет, и так далее, и так далее. Аукцион выиграли, приписывают какие-то нереальные истории интересные про то, кто учредитель. Давайте сегодня расставим все точки над «и». Потому что я уже вначале сказал, вводят в заблуждение людей. Итак, давайте начнем с того, что общество с ограниченной ответственностью называется «Новый видан». «Новый видан, да, не «нижний видан». Никаких учредителей в виде родственников главы бывшего Пряжинского района Гусева там не было и нет. Конечно, и не было, и нет. И никаких, соответственно, интересов нет. То есть вот тут уже подвох, уже клевета. Конечно, еще раз повторюсь, да, никаких учредителей в виде Гусева там нет и не было, и быть не может. Сам проект названия «Шуйская слобода» и организация ООО «Новый виданы», а не «Нижний виданы». В этих статьях, скажем так, дискредитирующих постоянно колеблется цифра 36 миллионов, 5 миллионов. Давайте на самом деле теперь расскажем, как эта земля вам досталась. Ну, нельзя не сказать о том, что изначально, когда эта земля была выставлена на аукцион, там был бурелом непроходимый на этом полуострове, да, то есть не было даже подъездной дороги. То есть туда попасть, возможно, было только пешком. То есть ткнули в карту вот здесь, да, не посмотрев, что там есть. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Плюс подъездной путь был перегражден старым разбитым мостом через реку Челна, который, опять же, по условиям аукциона, и забегая немножко вперед, надо было и восстанавливать, и демонтировать, да, старый восстанавливать, и точнее создавать новую. То есть, как бы, ситуация удручающая была. Да. Изначально сколько цена на него была? Изначально была цена этого участка 5200. 5200? 5200, да. То есть, вот речь идет, когда о, грубо говоря, сумме, что там она занижена или еще что-то, в ответ, пожалуйста, простите, инфраструктуры нет, ничего нет. Ничего нет, да. Вообще, ну, просто кусок в карту ткнули. Кусок леса, да. Замечательно. Чтобы сделать инфраструктуру, сколько вы потратили денег? Ну, у нас, на самом деле, достаточно большие затраты на весь этот проект, который у нас начался с 2012 года. То есть, уже четвертый год проекта. Да, ну, это так называемые, чтобы не вводить в заблуждение наших слушателей, так называемые долгие деньги. Понимание, что было, что это не купили-продали. Ну, вот как преподносят, да, пытаются вот желтой прессой иногда сделать, взяли что-то где-то... Подешокки купили. Подешокки, да, быстро наварились, растворились или еще что-то. Ничего подобного. Так получилось? Здесь, да, за так называемые долгие деньги вложили инвестиции. И помимо приобретения участка за 5 миллионов 200, туда вложено порядка там 3 миллионов доп. затрат, 2 миллиона 300, если не ошибаюсь, значит, на кадастровые работы, межевания самого этого участка. Естественно, вот тот мост, о котором я говорил, мы его полностью выстроили заново. То есть мы демонтировали старый, непригодный к эксплуатации мост через реку Челна. И, естественно, полностью за свой счет поставили новый, красивый, современный мост, уже с пешеходной дорожкой, уже усиленный бетонный мост настоящий, то есть не там деревянная конструкция. Ну, понятно, помимо этого, дорога, насколько я понимаю? Да, мост ушло порядка 8 миллионов рублей. Значит, дороги мы восстановили и в том числе сделали новые дороги на самом полуострове, да, полностью зачистив лесную зону. Значит, порядка 7 миллионов рублей ушло на это. Электричество? Электричество полностью протянули с учетом установки собственной подстанции, значит, с учетом установки новой линии электропередач вдоль реки Шуя. Ну, понятно, полностью все под ключ, а вода еще? Вода, естественно, да, бурю, скважины, то есть это все за счет ООО новых видов. Плюс, как он называется-то, водоем искусственный облагораживание территории. То есть, ну, вот если посчитать, сколько получается в общем? Порядка 30 с лишним миллионов. Хороший бизнес, то есть вы вложили в 6 раз больше, даже в 7 там получается, это еще не получив никакой по большому счету прибыль, правильно? Да, да, то есть у нас еще проект не завершен, поэтому он идет... Слушайте, а вам странно, мне кажется, что вот такая реклама на губернии вот этому проекту, причем с ошибоч... не знаю, специально это было сделано или нет, можно в разных вариантах рассматривать, почему называется нижние виды у них, либо по обычной нашей русской безграмотности, безалаберности не удосужились даже проверить, или умышленно, чтобы ваша организация в итоге в суд не подала. Нужно смотреть на это с другой стороны, я думаю, что любая антиреклама – это тоже реклама. Да, согласен, но с другой стороны, вот странно, мне кажется, что вот с понедельника, как только мы узнали, что Эмилия Слабунова возглавила федеральную партию, да, то есть как бы уровень-то у нас поднялся, и статьи так массово пошли, то есть такое ощущение, объясняю почему, потому что это все под контроль на Василию Анатольевичу Попову издание, которое в эти все статьи выпускает, взаимосвязь очевидна, и, собственно, фигурирует фамилия Белуги Леонида Леонтьевича и Романа Леонидовича, как учредители. Ну, это, конечно, да, подозрительно, что… То есть насолить Василий Анатольевич явно пытается из-за своей границы. Каким-то образом, да, старается, видимо. Опять же, прокуратура провела проверку, насколько я помню. Да, совершенно верно. По заявлению яблочного депутата Спиридонова, это Ланецкого района, который отношения никакого даже к пряжи не имеет. Да, но, тем не менее, должны были отреагировать, должным образом отреагировали, провели проверку, и, естественно, подтвердило, что все действия абсолютно законны, абсолютно в рамках федеральных законов и Гражданского кодекса Российской Федерации проведены. То есть нарушений никаких нет? Нарушений никаких не выявили. Вопрос тогда, да, Вас, если вы русским языком говорите, пытаются слить, очернить в глазах общественности. Очернить, да, очернить прямым образом, да. Чувствуется какое-то от этих статей, это же вот не… Вот сейчас массово так пошло, до этого периодически выходили эти статьи, а то клиентов. Вы знаете, от первых статей, ну, это понятно, наверное, да, то есть боязнь какая-то, некое недоверие со стороны наших добросовестных покупателей присутствовало. Но потом, когда мы предоставили официальные документы, опубликовали это все на сайтах, на наших официальных, и, соответственно, люди, в очередной раз удостоверившись, что действительно это все законно и чисто, и без всякой боязни, так скажем, отнеслись к этому, что, ну, действительно, да, есть ряд лиц, которые пытаются, видимо, насолить просто. Самое страшное, это получается, что вот не все, конечно, такие наивные, но когда вот это периодически, так вот с долей уверенности, да, пытаются людям рассказать, что вот там все враги и все это нечестно куплено, у меня тоже вопросы возникают. Давайте вспомним, опять же, там дело Евгении Сухоруковой, там тоже пытались проект сельский запустить, и такое ощущение не получилось, и там виновные есть, а в итоге палки в колеса добросовестным бизнесменам оставляют. Вот это вот совсем странным кажется уже. Страдает от этого, да, добросовестное, как ни странно. И больше всего, что меня в этой во всей истории, как бы, а прокуратура у нас уже во всем виновата, тоже вот из этих статей выходит. Причем одну из статей, опять же, после того, как она вышла, быстренько убрали. Чего испугались товарищи, тоже непонятно. Тем не менее, скажите, перспективы развития Шуйской Слободы? Что-нибудь новенькое готовите для потенциальных покупателей? Ну, готовим, у нас проект еще не до конца завершен. Самое главное, хочу спросить, скидки будут еще какие-нибудь? Конечно, будут. Конечно, будут. Мы делаем все для наших клиентов, покупателей, которые готовы и хотят приобретать у нас участки, чтобы им было комфортно, удобно приобретать у нас участки. Участки еще остались, не так много, но... Ну, зарекламировали совсем. Скажите, лучше, как эксперт по загородной недвижимости, вот сейчас люди соберутся, на что им прежде всего обратить внимание? На статьи в интернете или все-таки прийти лучше в офис? Лучше общаться с представителями самой компании официальной. То есть, приехать к нам в офис, пообщаться напрямую, увидеть оригиналы документов, увидеть официальные бумаги, услышать это все, так скажем, из первых уст. Чтобы это не было исковеркованно нашей прессой, желтой прессой. Ну и уже там самостоятельно принять решение непосредственно в офисе, либо там уехав домой и оценив все, и переживав, и переспав с этой мыслью, так скажем. Поэтому я считаю, что, ну, наверное, любой из нас при принятии какого-то серьезного решения, наверное, основополагающим для принятия этого решения было бы пообщаться со своими собственниками, либо с теми людьми, которые занимаются этим проектом. Я так понимаю, у вас все открыты для общения, и вы полностью готовы предоставить все документы, что самое главное? Конечно. Ну и в завершении сегодняшней передачи хотелось бы поздравить всех наших добросовестных, желающих приобрести участки покупателей с наступающим Новым годом, и пригласить в наш офис продаж, где их ждет подробная информация о проходящих акциях, скидках и так далее. И пожелать всем удачи. Все в офис продаж, как говорится, и требуйте адекватную скидку. Спасибо. Ну что ж, я напоминаю, вы смотрели важную тему. Сегодня у меня в гостях был руководитель проекта «Шуйская слобода», он же ООО «Новые виданы» Максим Хохлов. Увидимся в эфире телеканала ТНТ «Онега». До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова